Четвертая царств, глава 17. В 12-й год Ахаза царя иудейского царился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем и царствовал 9 лет. И делал он неугодный в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Соломон Ассар, царь сирийский, и взялся Осия под властным ему и давал ему подать. И заметил царь сирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сегору, царю египетскому, и не доставлял царю сирийскому дани каждый год. И взял его царь сирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь сирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде три года. В 9-й год Осии взял царь сирийский в Самарии и переселил израильтян в Осирию. И поселил их в Халахе, поселил их в Хаворе при реке Газан и в горах Медийских, в городах. Когда стали грешить сыны Израилю пред Господом Богом Своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаю народов, которых прогнал Господь от леса сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они. И стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу Своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города. И поставили у себя статуи изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь. И делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте сего. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуды, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших, и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была вы и отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их. И откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. И оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили в Аалу. И проводили сыновей своих, и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповеди Господа Бога своего, и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. И израильтяне отторжились от дома Давидова, и воцарили Иеравама, сына Наватого, и отклонил Иеравама израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеравама, какие он делал, не отставали от них. Да коли Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Имафа, и из Сиперваима, и поселил их в городах самарийских, вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего, там, они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато Он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал, отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и Он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии и жил в Ефиле, и учил их, как чтить Господа. Притом взял каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. В авилоняне сделали суккот бенов, в кутийцы сделали нергала, и мафяне сделали ашиму, авейцы сделали невхаза и тартака, а сепарвоимцы сожигали сыновей своих в огне, адрами леху и анами леху богам сепарвоимским. Между тем, чтили и Господа, и сделали у себя священников высоты среди своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа, и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедовал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля. Заключил Господь с ними завет, и заповедовал им, говоря, не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв их. Но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой мышцей простертой, его чтите, и ему поклоняйтесь, и ему приносите жертву. И уставы, и учреждения, и законы, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных. И заветы, которые я заключил с вами, не забывайте. И не чтите богов иных. Только Господа Бога вашего чтите, и он избавит вас от других всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы си и чтили Господа, но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Четвертое царство, глава восемнадцатая. В третий год Осии сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сына Хаза, царя Иудейского. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодные в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статую, срубил дубраву и истребил медного змея, которого взял Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевых кодили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими после него и прежде него. И прилепился он к Господу, не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился на царя Ассирийского, и не стал служить ему. Он поразил Ферестемлянда Газа, и в пределах ее, от Сорожевой башни до укрепленного города. В четвертый год царя Изекии, то есть в седьмой год Осии сына Илы, царя Израильского, пошел Салмонасарь, царь Сирийский, на Самарию и осадил ее. И взял ее через три года. В шестой год Изекии, то есть в девятый год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь Сирийский израильтян во Сирию, и поселил их в Халахи, и в Хаворе при реке Газан, и в городах Медийских. За то, что они не слушали глаза Господа Бога своего, и приступили завет его, все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли. В четырнадцатый год царя Изекии пошел Синахирим, царь Сирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Изекия, царь Иудейский, к царю Осирийскому, Влахис, сказать, «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царя Сирийский на Изекию, царя Иудейского, триста талантов серебра и тридцать талантов золота. «И отдал Изекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Изекия золото с дверей дома Господня и из дверных столбов, которые позолотил Изекия царь Иудейский, и отдал его царю Осирийскому. И послал царя Осирийский Тартана и Рапсариса и Рапсака из Лахиса к царю Изекии с большим войском Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничего. И звали они царя, и вышел к ним Илья Аким, сын Хелки, начальник дворца, и Севна Песец, и Иаах, сын Асафа, где и писатель. И сказал им Рапсак, «Скажите, Изекии, так говорит царь Великий, царь Истерийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня. Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее? Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него. А если вы скажете мне на Господа Бога вашего, мы уповаем нашего, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекии и сказал Иуде Иерусалиму, «Перед всем только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме». «Итак, вступив в союз с господином моим, царем Ассирийским, я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть одного вождя из малейших слуг, господина моего, и уповаешь на Египет ради колесниц и коней? При том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». И сказал Ильяким, сын Хелкин, Исевна и Иахрапсаку, «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». И сказал им Рапсак, «Разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сие слова?» «Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя сирийского!» «Так, — говорит царь, — пусть не обольщает вас языки, ибо он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обнадежит вас языки Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя сирийского». «Не слушайте языки, ибо так, — говорит царь сирийский, — примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете. «Не слушайте же языки, которые обольщают вас, говоря, — Господь спасет нас! Спасли ли боги народов каждой свою землю от руки царя сирийского? Где боги Имафа и Арпада? Где боги Сеперваима, Иена и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земельских спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание царя. Не отвечайте ему! И пришел Иераким, сын Хелкиен, начальник дворца, и Севна-Песец, и Иах, сын Асафов, дей писатель, к Иезекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рапсаковы. 4-й ассарск, глава 19-я. Когда услышал от царя Иезекия, то разодрал одежды свои, и покрылся вретищем, и вошел в дом Господень. И послал Иеракима, начальника дворца, и Севну-Песа, и старших священников, покрытых вретищем, к Исаии, пророку сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Иезекия, День скорби и наказания, и посрамления день сей. Ибо зашли младенцы до отверстия у тробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рапсака, которого послал царь Сирийский, господин его, хулить Бога живого, и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшейся, которая находится еще в живых. И пришли слуги царя Иезекии Кесаи, и сказала ему Исаия, Так скажите господину вашему, так говорит Господь, Не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Сирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою. И я поражу его мечом в земле его. И возвратился Рапсак, и нашел царя Сирийского, воюющего против Ливны. Ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. И снова послал ему пословки Иезекии сказать, Так скажите Иезекии царю Иудейскому, Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, Не будет отдан Иерусалим в руки царя Сирийского. Ведь ты слышал, что сделали царя Сирийские со всеми землями, Положив на них заклятие. И ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли и Газан, и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Фаласаре? Где царь Имафа, и царь Арпада, и царь гордости Фарваима, и Эны Ивы? И взял Иезекии письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Иезекии перед лицом Господним. И молился Иезекии перед лицом Господним, и говорил, Господи Божий Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое и услышь меня. Открой, Господи, очи твои и возри. И услышь слова Синахирима, который послал поносить тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих дерева и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Божий наш, спаси нас от руки Его. И узнает все царство земли, что ты, Господи, Бог один. И послал Исаия сына Мосса в Кизекии сказать, так говорит Господь, Бог Израилев. То, о чем ты молился мне против Синахирима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презреть тебя, посмеется над тобой, о девствующая дочь Сиона. Вслед тебя покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева? Через послов твоих ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его. И пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду чужую, и осушил ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это. А ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин. И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли? Я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня, и за то, что надмение твое дошло до ушей моих. Я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удела мои в рот твой. И возвращу тебя назад, той же дорогой, которой пришел ты. И вот тебе языки знамения. Ешьте в этот год выросшие от упавшего зерна, и в другой год самородное. А на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И усцелевшее в доме Иудином, оставшееся, пустит опять корень внизу, и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона. Ревность Господа Саофа сделает сие. Посему так говорит Господь о царе Сирийском. Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогой, которой пришел, возвратится. И в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилась ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане Асирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился с Инохерим царь Асирийский и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, Бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Арарадскую. И воцарился Асардан, сын его вместо него. Четвертая книга Сарс, глава двадцатая. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исайя, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отвратился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исайия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне, «Возвратись, и скажи Езекии, владыки народа моего, так, говорит Господь Бог, Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исайия, «Возьмите пласт смоку и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел». И сказал Езекия Исайия, «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исайия, «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на десять ступеней или воротиться на десять ступеней?» И сказал Езекия, «Легко тени подвинуться вперед на десять ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней». И звал Исайия пророк Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней. В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовое свое, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которую не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исайя, пророк, царю Езекии, и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исайя, что они видели в доме твоем? И сказал Езекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исайя Езекии, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекия Исайя, благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал, да будет мир и благосостояние во дни мои. И проще об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царя иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился монастея, сын его, вместо него. 4 царств, глава 21. 12 лет был монастея, когда вассорился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хефциба. И делал он неугодный в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал Дубраву, как сделал Ахав, царь израильский. И поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, положу имя мое. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогнивать его. И поставил истука на старты, которые сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его. В доме всем Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. И не дам впредь выступать на гея-израильтянина из земли, которую я дал отцам их. Если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались. И совратил их монастыя до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал. За то, что сделал монастырь царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Амареи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь Бог Израилев. Вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верю в Самаре и отвес дома Ахазово. И вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отверну остаток у дела моего, и отдам их в руки врагов их. И будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим. За то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил монастырь и весьма много невинной крови. Так что наполнил ей Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочие монастырь и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил монастырь с отцами своими и погребен в саду, при доме его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, сын его, вместо него. 22 лет был Аммон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме имя матери его, Мешулимев, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних так, как делал монастырь отец его. 23. И ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолом, которым служил отец его, и поклонялся им. 24. И оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. 25. И составили заговор слуги Аммонова против него, и умертвили царя в доме его. 26. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Аммона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. 27. Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. 28. И похоронили его в гробнице его, в саду Уозы. 29. И воцарился Иосия, сын его, вместо него. 29. Четвертая царь, глава 22. 30. Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме. 31. Имя матери его Едида, дочь Адаии из Ботскафы. 31. И делал он угодные в очах Господних, и ходил во всем путем Давида отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 31. Восемнадцатый год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалия, сына Мишуламова, писав дом Господень, сказал, 32. Пойди к Хелке-пиросвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнем. 33. А сии пусть раздают его работникам в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку деревьев и тесаных камней для исправления дома. 34. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно. 35. И сказал Хелке-пиросвященник Шафану Песу, книгу закона я нашел в доме Господнем. 36. И подал Хелке книгу Шафану, и он читал ее. 37. И пришел Шафан Песец к царю, и принес царю ответ и сказал, взяли рабы твои серебро, найденные в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнем. 38. И донес Шафан Песец к царю, говоря, книгу дал мне Хелке священник, и считал ее Шафан перед царем. 39. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. 40. И повелел царь Хелке священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану Песу, и Асае, слуге царскому, говоря, 41. Пойдите, вопросите Господа за меня, и за народ, и за всю Иудею о словах всей найденной книги, потому что вели гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. 41. И пошел Хелке священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асае колдами, пророчице, жене Шалума, сына Тиквы, сына Харкаса, хранителя одежды. 42. Жила жена в Иерусалиме во второй части, и говорили с нею, и она сказала им, так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его. 43. Все слова книги, которые считал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кодят другим богам, чтобы раздражать меня, всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на месте сие и не погаснет. 44. А царю Иудейскому пославшему вас попросить Господа скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, 45. Что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал передо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь, за это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидев глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие. 45. И принесли царю ответ. 46. И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. 47. И пошел царь в дом Господень, и вся Иудея, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого. 47. И прощел вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. 48. Потом стал царь на возвышенное место, и заключил перед лицом Господнем Завет последовать Господу, и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца, и от всей души, чтобы выполнить слова Завета сего, написанного в книге Сей, и весь народ вступил в Завет. 49. И повелел старь Хелке, первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарта, и для всего воинства небесного. 50. И сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Ефиль, и отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, 51. И которые кодили Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и стер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, 52. И вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версавии, и разрушил высоты перед воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса Грандоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. 53. Впрочем, жрецы высот не приносили жертвы на жертвенники Господня в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. 54. И осквернил он топет, что на долине сыновей Иеннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. 55. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед ходом в дом Господень, близ комнат Нефан Мелеха Евнуха, что фаррулими. 56. Колесница же солнца сжег огнем, и жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенника, которая сделала монассия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон, и высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, а старте мерзости Сидонской, и хамосу мерзости Моавицкой. 57. И мелхому мерзости Аммонитской, а сквернил царь, и изломал статуи, и срубил Дубрава, и наполнил место их костями человеческими. 58. Так же и жертвенник, который вефили, высоту устроена Иераваамом, сыном Наватовым, который вел Израиля в грех, так же и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег Дубраву. 59. И взглянул Иосифа, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могилы, сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. 60. Когда Иераваам во время праздника стоял перед жертвенником, потом обратившись, увидел могилу человека Божия, предрекшего сии события. 61. И сказал Иосифа, что это за памятник, который я вижу. И сказали ему жители города, это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником вефильским. 62. И сказал она, ставьте его в покое, никто не трогай костей его. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. 63. Также и все капища высот в городах Самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосифа, и сделал с ними то же, что сделал в вефиле, и заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. 64. И повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха одней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. 65. А в 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. 66. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелке, священник в Доме Господнем. 67. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобно ему. 68. Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его монассия. 69. И сказал Господь, Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиль и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там. 70. Проще об Иосии, обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. 71. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя Ассирийского, на реку Ефрат. 72. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегеддоне, когда увидел его. 73. И рабы его повезли его мертвого из Мегеддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. 74. И взял народ с земли Иохаза, сына Иосиина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 73. Двадцати трех лет был Иохаз, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. 74. И делал он неугодный в очах Господних, во всем так, как делали отцы его. 75. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю сто талантов серебра и сто талантов золота. 76. И воцарил фараон Нехао, или Акима, сына его сына, вместо Иосии отца его. 77. И переменил имя его на Иоакима. И Ахаза же взял и отвез в Египет, где он и умер. 77. И серебро и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона от каждого из народа земли, по оценке своей. 78. Он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 79. Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. 79. Имя матери его Зебудда, дочь Фидане из Румы. И дело он неугодное в очах господних, во всем так, как делали отцы его. 79. Четвертое царство, глава двадцать четвертое. 80. Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на три года, но потом отложился от него. 81. И посылал на него Господь полчища Халдеевы, полчища Сирияны, полчища Мавитян и полчища Аманитян. 81. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, который он изрек через дробов своих пророков. 81. По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи монассии, за все, что он сделал. 82. И за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. 83. Прочие об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. 84. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Ихония, сын его вместо него. 85. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все, от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. 85. Восемнадцати лет было Ехония, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. 86. Имя матери его Нехушта, дочь Илеафана из Иерусалима. 86. И делал он неугодный в очах Господних, во всем так, как делал отец его. 87. В то время поступили рабы Новоходоносора, царя Вавилонского к Иерусалиму, и подвергся город Осаде. 87. И пришел Новоходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. 87. И вышел Ихония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. 88. И взял его, царь Вавилонский, в восьмой год своего царствования. 89. И вывез он оттуда все сокровища Дома Господня и сокровища Царского Дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. 89. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, десять тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. 89. И переселил он Ихонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов царя, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. 89. И все войско числом семь тысяч, и художников и строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение Вавилон. 89. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Ихонию вместо него, и переменил имя его на Седекию. 89. Двадцати одного года был Седекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. 90. Имя матери его Хамуталь, дочь Еремии из Ливны. 90. И делал он неугодные овоща Господних во всем так, как делал Иоаким. 91. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудой до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Седекия от царя Вавилонского. 91. В девятый год царствования своего, в десятый день месяца пришел на уходоносор царь Вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. 92. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекия. 93. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. 94. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что возле царского сада. 95. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. 96. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. 96. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. 97. И сыновей Седекий закололи перед глазами его, а самому Седекий ослепили глаза, исковали его оковами, и отвели его в Вавилон. 97. В пятый месяц, седьмой день месяца, то есть девятнадцатый год, на уходоносора царя Вавилонского пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского Верусалим, и сжег дом Господень. 97. И дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. 98. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. 98. И прочий народ, остававшийся в городе, и перемещиков, которые передали царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан начальник телохранителей. 99. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. 99. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдей и отнесли медь в Вавилон. 99. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. 99. И кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное, взял начальник телохранителей. 99. Столбы числом два, море одно и подставы, которые сделал Соломон в дом Господень. 99. Меди во всех сих вещах не было весу. 99. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца три локтя. 99. И сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди. 99. Тоже и на другом столбе с сеткой. 99. И взял начальник телохранителей, серая первосвященника, и цифанию священника второго, и трех стоявших на страже у ворот. 99. И из города взял одного емнуха, который был начальствующим над людьми военными, и пять человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и писа главного в войске, записывавшего в войско народ земли. 99. И 60 человек из народа земли, находившихся в городе, и взял их на вузардан начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в ривлу. 99. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в ривле, в земле имав, и выселены иудеи из земли своей. 99. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, которую оставил на вуходоносор царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадолию, сына Ахикама, сына Шифанова. 99. Когда услышали все военачальники, они и люди, что царь Вавилонский поставил начальником Гадолию, то пришли Гадолии в массив, и именно Исмаил, сын Нефания, и Аханан, сын Корея, и Сирая, сын Танхумефа, и Знетафафа, и Изания, сын Маахитянина, они и люди их. 99. И поклялся Гадолия им и людям их, и сказал им, не бойтесь быть подвластными халдеем, селитесь на земле, и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам. 99. Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нафания, сына Иришама, из племени царского, с десятью человеками, и поразил Гадолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в массиве. 99. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники пошли в Египет, потому что боялись халдеев. 99. В тридцать седьмой год переселения Ихония, царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца, явил Меродах царь Вавилонский в год своего воцарения, вывел Ихонию царя Иудейского из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол ее выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. 99. И переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. 99. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни его.